Добрый вечер! Сегодня говорим о визите чешской делегации в Одесскую область. Наши друзья чешские приехали делиться с правоохранителями своим опытом, наработками. Петер, расскажите об этой миссии полезной. Миссия как раз происходила сейчас летом. И после этого была миссия ваших коллег в Чехию, которая закончилась как раз в прошлом месяце. Было это очень интересно. Я могу сказать, что я нашими сотрудниками полиции очень гордился, потому что мы были не только в Праге, были и в Острове. Наша городская полиция города Островы показывала вашим коллегам их проекты. Там у них все уже улажено. Уже 12 лет работают те же люди, работают на тех же проектах. Значит, у них уже все застыковано. Они за 4 часа нам рассказали огромную презентацию о том, как проводят лекции для пенсионеров. Сеньор Академия. Это очень был интересный пример того, как полиция может общаться с людьми и создавать доверие. Потому что полиция же не успевает за всем следить. Значит, детство как раз подключают людей пожилого возраста, которые типа полиции помогают. Это посредники во время диалогов важных, да, каких-то напряженных ситуаций в том числе. У нас сложилось очень хорошее сотрудничество с бюро службы криминальной полиции расследования. Это структура полицейского президиума. В принципе, самая серьезная структура в чешской полиции, которая расследовала самые серьезные преступления. И начали в прошлом году, как раз здесь, в Черноморске, благодаря Петру, для Украины такую важную тему. Потому что здесь все в начале этой сферы. У нас есть дополнительные наработки, которые мы можем придать в Украине. Это защита детей от сексуального насильства и специальных методик допыта детей, которые были жертвами сексуального насильства, чтобы приобрести нужные доказательства одновременно детей. Чтобы не было психологических травм во время таких допросов, насколько я понимаю. Иван, насколько важно международное сотрудничество ваших соратников, коллег с зарубежными партнерами, правоохранителями? Все-таки, вроде бы, не так далеко Украина от Чехии находится. Может, немножко ментально. Похоже, но все равно отличия существенные есть. Есть чему поучиться. Да, прежде всего, мы учимся, конечно, в новой созданной структуре в полиции. Это полиция диалога. Я не так давно ее презентовал в нашей области. Мы ее создали около месяца назад. Мой заместитель является руководителем данных групп диалога, антиконфликтных групп. И недавно он, в прошлом месяце, был в Чехии, Дмитрия Верченко, перенимал опыт. Чем очень важно для нас сотрудничество, так как Чехия идет нам полностью с нами на диалог. Она нам передает свой опыт. У них данные антиконфликтные группы работают уже более 10 лет. И накопился определенный опыт, с которым они нам делятся. Очень даже радостно делятся. Передают нам полностью опыт. И система, которую используют Чехии по обеспечению публичного порядка во время массовых мероприятий, мирных демонстраций, а также, если эти мирные демонстрации предоставят какие-то нарушения общественного порядка, является одной из самых лучших в Европе. Они работают по скандинавской системе. И они, таким образом, они нам его передают, мы пытаемся внедрить у себя. Вот эта полиция диалога, очень большая часть того, что у нас имеется, мы взяли у Чехии. Наши сотрудники, когда ездили туда, это не только с Одессы, а со всей Украины, они участвовали в конкретных массовых мероприятиях, как раз здесь подготовили так командировку, чтобы они приехали, и там у них происходили массовые мероприятия, как полиция их обеспечивает, для того, чтобы мерная демонстрация не переросла в массовые беспорядки, которые у нас очень часто бывают. То есть не только теория, но и практика была. Да, они реально на практике, наши мои сотрудники прошли и переняли тот опыт, который поделилась с нами полиция Чехии. Очень полезно. Петр, как Вы считаете, что действительно есть эффект и польза от такого сотрудничества, широкого сотрудничества, когда вот не только, как Иван говорит, в теории, но и на практике наши люди в погонах могут изучить, посмотреть и заглянуть внутрь работы чешских коллег. Безусловно, эта практика очень нужна для нашей полиции. Но наши полицейские ездили в Чехию, чтобы набраться опыта, а мы как общественное формирование, которое мы с Вадимовичем сотрудничаем уже очень давно, с ребятами, с Чехией мы сотрудничаем с 2015 года. То есть формирование для охраны общественного порядка. Как во время реформы полиции, когда полиция еще не очень на ногах стояла, мы как формирование подставили плечо для охраны общественного порядка, наведения порядка в городе и сотрудничаем по сей день. Поэтому мы, как сотрудничали с Пражским институтом, Ребята уже три раза приезжали с проектами различного рода, в Черноморске в частности. Там было, как Петр сказал, по насильственному обращению с детьми, потом интернет-безопасность, криминальная полиция, уже три заседания у нас было. И мы как раз поехали в эту поездку тоже поделиться опытом, как общественность сотрудничает с полицией в рамках введения войны. Украина сейчас в военном положении, война, полиция реформируется. В этих условиях, как общественность помогает гражданам, помогает полиции. То есть встречи у нас, мы были там пять дней, у нас каждый день были встречи в различных, и с нашей диаспорой, и в криминальной полиции, и в такой полиции, и в муниципальной полиции. То есть на всех встречах больше рассказывали мы, потому что мы распределились своим опытом, как мы, общественники, патриоты своего города, своей страны, помогаем полиции для наведения порядка. Было о чем поделиться, всем понравилось, все были делены. Конечно, одна проблема нашей полиции, что у нас постоянно текучка кадров. И я вот когда был в криминальной полиции, я спрашивал, как у них начальники полиции, они говорят, что у них начальник, про любой власти, начальник полиции сидит очень давно, потому что это очень эффективно, у него уже за это время уже багаж знаний и оперативной информации. У нас, почему у нас текучка, у нас один начальник придет, немножко поработает, только начинает набирать обороты, начинают преступники бояться, оглядываются. У нас по каким-то причинам начальник уходит и приходит новый, и все заново, все заново, и результата как такового нет. Поэтому делились мы различными впечатлениями и различными опытами. А, Петр, у меня вопрос к вам. В Чехии, в крупнейших городах, допустим, в Праде, в столице, сотрудник правоохранительных органов, человек уважаемый общественностью? Нет такого, что вот это вот, иногда у нас так бывает, не секрет, да, вы изучали ситуацию в Одессе, в Украине, во время вроде бы как бы мирных акций, бывает, что сотрудники полиции, правоохранительных органов под нападением оказываются. Как обстоит дело в Чехии? Ну, чтобы кто-то нападал на полицейских, то я даже не помню, это очень большая редкость. У нас полиция, армия – одна из самых уважаемых структур. Но это не было так всегда. Как раз с 17 ноября, это не случайно, мы подбирали совместно с Министерством Ногилова эту дату, потому что 17 января – это годовщина нашей революции. Ноября. Ноября. Так, да, ноября. Да, 17 ноября. Революция против коммунизма. Это самый большой праздник, когда, в принципе, началась история современной Чехословакии, Чехии, потому что, после Чехословакия распалась. Но, в целом, то были демонстрациями, как раз делегации совместили, мы вместе работали на улицах. И, к нашему сожалению, не было так много конфликтов, которые можно было показать. И все мероприятие, в конце, потом превратилось в очень проукраинское движение, где большой флаг, 12-метровый, был открыт на Ватсовской площади. Мы, в течение этой прохода города, познакомились с одним нашим возможным будущим президентом, с одним возможным будущим президентом, с одним кандидатом. Мы встречались тоже с вашими специалистами по КББ-запасности. Значит, у нас, в Чехии, в принципе, настроение поукраинское. И люди, которые этим занимаются, в Украине, в Чехии, в Украине занимаются. Они очень активные, и их видно. Сейчас надо тоже сказать, что очень активное ваше посолство, после назначения нового посла Евгения Перебиниса. То ваше посолство работает так активно, что, если раньше была тишина, то сейчас постоянно какие-то новости. Наш президент что-то сказал про Кривню, так что Кривню надо поменять за скидку на газ. То есть заявление посла, но следует полчаса после этого. Очень активно поддерживает тоже диаспору украинскую. Украинская диаспора очень, очень активная. Был недела украинского фильма, это организовала наша коллега Ленка Вихваст. Ваш посол присутствовал на открытии, на закрытии, на некоторых фильмах. И я очень недавно встречался с одной режиссеркой в Киеве. Значит, очень проукраинское настроение. Ну вот я за это благодарен чешской стороне. Вот вопрос, точняющий еще к вам, помимо того, что действительно сотрудник правоохранительных органов уважаемый человек со всех сторон. Да, это в эмоции. Главное в этом. Да, спасибо. Вопрос, что касаемо сотрудничества с общественностью. Вот Петр Канарян, реальный представитель, как-то работает в Одессе. В Чехии общественность идет на сотрудничество? Да. Помимо этих пенсионеров, которых вы упоминали, наверняка. Это был просто такой хороший пример, который уже долго работал. Это годами накопленный опыт. Мы это показали как образственный пример сотрудничества, который имеет конкретные результаты. Но в рамках нашего проекта, и как раз по которому мы этим занимаемся здесь в Черноморске, и с помощью наших коллег из полиции, Министерства внутренних дел и наших неправительственных организаций мы определили несколько тем. С прошлого года мы занимались созданием карт преступности, которые уже были созданы в нескольких городах. Здесь в Украине Мукачево, уже город Львов, Тарноп, в Тарнопротоку начале. Но сейчас как раз эта программа развивается и на все государственные уровни. Наверное, здесь не будем даблироваться. И поэтому сейчас делаем упор на этих детей, где у нас есть что предложить. И здесь включилась как раз структура службы криминальной полиции расследования, где в принципе хватает специалистов, которые могут придать свой опыт. Ну и потом существуют две такие темы, которые каким-то образом связаны. Это трога людьми. Потому что Чехия не заинтересована на том, чтобы, например, ваши сотрудники, ваши граждане в Чехии становились жертвами того людьми на стройках. Там никто не заинтересовал. Ну, определенные структуры, к сожалению, заинтересованы. Благодаря этому я имею в виду преступной группировки. Заинтересованы на том, чтобы использовать рабский труд, использовать женщин в принужденной проституции. Таких людей, к сожалению, очень много. Это тысячи людей, которые становятся жертвами и торговыми людьми в современном мире. И в современной Чехословакии, в современной этом миллион людей, конечно. Ну и потом тема коммунити-полисинга. Как раз то, о чем занимается Петро здесь, в Черноморске, в Одессе. Создание доверия между полицией и людьми. И находить те темы, где общественность, неправительственные организации могут помочь полиции, и полиция может помочь им. Здесь мы подключили Ластраду, которая в Чехии. Это организация Ластрада, которая помогает жертвам, другим людьми. И помогает полиции в расследовании этих дел. Иван, у тебя такой вопрос, о чем вы говорили. Полиция диалога, вот то, что действует уже некоторое время. Вот этот механизм. Не разверывались ли вы в этом механизме, глядя на то, как проходят, скажем, некоторые мирные акции протеста. Я не закавычиваю слово мирные, потому что сначала действительно есть мирные акции протеста. Что происходит потом, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, изначально человек в форме, в погонах, с удостоверением. Он изначально мирно настроен к своему возможному оппоненту. Ну, не к своему оппоненту, но, тем не менее, делок пытаются выстраивать. Молодые сотрудники ваши, коллеги. Я когда даже презентовал данные полиции диалога и говорил о том, что в нашей стране, с нашими менталитетами, самосознанием будет это не так просто. Понимаем, когда действительно, вот мой заместитель когда приехал с Чехии и говорил, что почему там уже так хорошо действует полиция диалога, потому что, например, там есть определенные два течения, не будем, назовем их, как говорится, в кавычках, левые и правые. Ну, просто два противоположных течения. Но там настолько все идеи, реальные люди, активисты и так далее, они идейные в этом своем позиции. То есть, они на своих идеях противоположны, но абсолютно эти оба движения как бы переволнуются за развитие своей страны. Никогда у них нет такого понятия, как прийти на проплаченный митинг, взять деньги за митинг, ну, или за эти деньги создать какие-то массовые беспорядки. Поэтому у них, если действительно там полицейский, который входит в полицию диалога, переубедит граждан или оппонентов, то они его будут слушать. У нас тяжело с этим ситуацией, потому что мы очень часто сталкиваемся, кроме того, что массовые мероприятия, на них люди приходят за какие-то определенные блага. То есть, культура протеста низкая в Одессе, в Украине в целом. Есть, конечно, да. У нас действительно есть достойные патриоты, есть достойные люди, которые переживают за эту страну. С ними мы пытаемся общаться, чтобы, ну, и они, прежде всего, конечно, и готовы к тому, чтобы этот протест, либо там их акция проходила мирно, ну, и чтобы обратили внимание, и были какие-то изменения в стране. Но очень часто у нас также есть, и когда люди не за идеей туда приходят, и они практически не слышат полицейского, какой бы он хороший психолог ни был, они его уже изначально не готовы слышать, потому что они, не дай бог, там одели какую-то балаклаву, взяли с собой взрыв-пакет, и потом у него даже забирают какой-то взрыв-пакет или какую-то петарду, светошумовую гранату, а он еще возмущается, чего меня полицейский трогает, да, как бы, ну, логически ему это не вкладывается в голову. А почему ты возмущаешься, если ты пришел изначально уже с палкой, да, изначально в балаклаве, чтобы скрыть свое лицо, и еще с какими-то взрывными устройствами, веществами для того, чтобы эту акцию превратить и, ну, создать какие-либо провокации. Поэтому мы понимаем, что, как говорите, культура протеста еще довольно на таком невысоком уровне, и граждане определенные туда, многие приходят уже, чтобы изначально сразу же создать провокацию, сделать какую-то картинку и шоу. Не забыли, Иван, мы встречаемся буквально за несколько часов, да, за день до сессии городского совета. Уже анонсирован митинг, уже есть подозрение, что может быть что-то неспокойное. Ну, надеюсь, что все обойдется более-менее мирно. Пользуясь эфирным временем, Иван, как-то предупредите одесситов, чтобы в теплую зиму с холодной головой приходили протестовать. Да, я хотел, ну, тоже предупредить, в очередной раз всем напомню, что всегда, когда мы приходим обеспечить публичный порядок, граждане говорят о Конституции Украины. Мы за то, чтобы действительно вы соблюдали каждый гражданин Конституции и другие законодательные акты. То есть, в Конституции прописано мирный протест, да, и вы придержитесь этих правил. Если вы приходите изначально туда, вот, например, приходит человек в Балаклаве и говорит, а чего вы меня останавливаете или что? Ну, мы пытаемся объяснить, что есть закон Украины о национальной полиции. Это закон, ну, закон. И четко прописано, что сотрудник полиции имеет право на проведение определенных превентивных мероприятий. Это удостоверение личности, это поверхностный осмотр. То есть, гражданин обязан показать свое лицо, удостоверить личность и так далее. Даже если его не доставляют на месте, если человек не хочет этого на месте, сотрудник полиции имеет право его доставить в ближайшее отделение полиции. Если человек пришел туда с какой-то заточенной битой, либо мы видим, что у него какое-то взрывчатое вещество, понятно, что мы его будем осматривать. Когда мы начинаем данных граждан осматривать, либо забирать у них какие-либо предметы, они начинают кричать, что это нарушение прав человека, грубо говоря, наезды на граждан и так далее, и что полиция создает провокации. Поэтому всем еще раз напоминаю, вы приходите на митинг, это правильно, вы должны выражать свое мнение, свои идеи, но приходите и делайте это на уровне сознательных граждан и соблюдайте законодательство. Полиция не создает таким образом провокации, когда в первую очередь самих же этих граждан, которые пришли, их хочет обезопасить. Мы же проводим для чего поверхностный осмотр? Очень часто где-то сессию или две назад, когда были столкновения у горсовета, если заметить, с чего она началась, возле меня стоял гражданин, и у него другой сотрудник полиции, мой коллега, из кармана вытянул такую огромную дымовую шашку, а в другом кармане был взрыв-пакет. Соответственно, сотрудника полиции начали толкать, началась, можно сказать, заварушка, потому что когда сотрудник полиции одного задерживает, его начинают отбивать, соответственно, начинают более других лиц задерживать. И говорят, что полиция действует жестко, либо превышает свою силу и полномочия. Но если человек пришел с запрещенным предметом, мы его в любом случае будем задерживать. Поэтому напоминаю еще раз, выражаем свое мнение, но согласно законодательства Украины. Я думаю, что мы можем даже, да, я не... Если вот у Петра спросить, к примеру, если у вас человек придет на акцию с какой-то деревянной палкой в Балаклаве, вы же будете его проверять, да? Это как раз те люди, на которые обращают внимание, наши коллеги с антиконфликтных команд. И это уже немножко экстремальная ситуация, чтобы... Это уже экстремальная ситуация, чтобы... Это уже экстремальная ситуация, да, вот привыкли наши к этому движению. Но вы же будете проводить осмотр данного гражданина. Даже человек, который себя ведет определенным образом, который мог кого-то спровоцировать, то мы это видели, сразу обращая внимание, чтобы он не спровоцировал какой-то конфликт, потому что есть же всегда несколько там мест, где вот там левее, там правее. И лучше, чтобы они держались немножко подальше от себя, чтобы не возникли какие-то неприятности. Значит, это уже немножко экстремальная ситуация, с которой мы не так часто сталкиваемся. Но если уже такое происходит, то, конечно, надо понимать, что есть так. Петр, вот вам вопрос в конце эфира. А еще можно как раз Петру? Конечно, да. Но если вы данных граждан, к примеру, с палками, балаклавах, кидающих камнями, начнете окружать, задерживать, они же после этого не скажут, что полицейские виноваты? Не скажут, но хочу обратить внимание, это не миг, а гражданское общество, это полицейские начнут его окружать. Да, да. Мы их, конечно, поддерживаем, потому что здесь... Не, я имею в виду, что это будет являться законным действием полиции. Это абсолютно законным. Я, знаете, к чему, хочу сделать акцент, что самосознание, куда мы стремимся, в Европу, у людей даже нет такого понятия, сопротивляться с палкой полицейскому и говорить, что я прав. Ну вот у меня как раз в связи с этим вопрос к Петру Канаряну. Вот ситуация, вы представитель все-таки общественного формирования. Как раз большинство одесских общественников во время таких вот ситуаций говорят, вот полицейский неправ, вот он нарушил закон. Как вот в этой ситуации, вот вы как представитель общественного все-таки, организации общественного формирования, чью сторону вы занимаете? Понятно, что сторону закона нужно занимать. Мы всегда занимаем сторону закона, мы даже неоднократно по приглашению Ивана Владимировича мы принимаем участие в охране общественного порядка, в патрулировании на футбольные матчи, в патрулировании города. Поэтому мы в патруле сразу с полицией мы ходим. Если мы видим какое-то правонарушение, то мы реагируем совместно с полицией. Понятно, когда уже идут какие-то радикальные действия, то мы это не поддерживаем, потому что все можно решать в законном русле. О чем мы разговаривали, я разговаривал в Чехии, потому что мы как звено между полицией и людьми, и мы доносим людям, что полиция не такая уж и страшная, потому что у нас есть приемные, мы принимаем где граждан, где люди, которые приходят или боятся идти в полицию с каким-то обращением, или не верят, но мы с ними проводим беседу, мы с этими людьми идем в полицию, людям помогают, люди уже начинают как-то менять немножко мировоззрение о полиции. Поэтому я же опять же вернусь к тому, что доверие полицейских залаживается как бы со временем. Вот я когда был, мы были когда в Чехии, и было очень приятно, что с украинской делегацией по общественникам, не только наша организация была, там со всей Украины было. И так же самых полицейских были тоже со всей Украины. И получилось так, мы потом после встречи у нас был ужин, и получилось, что мы встретились вот с Димой, я встретился, и нам было как бы, ну мы как гордились, что Дима представил меня полицейским, что вот общественники, с которыми мы сотрудничаем, все там обрадовались. И я представил Диму общественникам, там с различных городов, которые так, они завидовали нам, они говорили, что у них нету такое как бы сотрудничества с полицией. Поэтому я даже рассказывал вот про начальника полиции Черноморска, я говорю, что определенный каждый квартал проводит отчет, приглашает СМИ, перед СМИ, на камеры, отвечает на неудобные вопросы. То есть люди, у которых там какие-то любые проблемы, которые не могут достучаться до начальника или шоу, или какие-то не принимают решения, не может прийти, задать вопрос. Даже удивились коллеги наши, активисты с Украины, что есть доверие у людей, люди могут приходить, люди могут задавать вопросы, или люди видят отдачу, откат, что процесс идет, работа делается, и расследования идут. Поэтому я опять же говорю, что когда меняют руководство постоянно, это очень плохо. И вот, в частности, по Черноморску, мы хотели бы, чтобы черноморский начальник полиции всегда был на месте, потому что в последнее время, там же смотрим, приезжает много проверок, и мы как громада, и как общественность готовы за начальника стать горой. И я думаю, что международные коллеги нас поддержат. Как раз, когда меняются кадры, это очень плохо, это можно всю систему уничтожить, потому что теряется память институциональная, потому что человек уходит, уходит очень часто со своей командой, и на этом месте, как раз это хорошо для преступности, когда часто полицейские меняются. Спасибо за то, что мы обсудили сегодня важную тему, не только сотрудничество, но и поведение разных стилей, разных школ полиции на различного рода жарких мероприятиях. Благодарю и вас, Петр, Петр и Иван, за продуктивный диалог. Успех вам в вашей деятельности. С вами был Виталий Хеми. Оставайтесь на репортере, берегите себя. До новых встреч в эфире.